друзья привет с вами компания сфера кар меня зовут никита и сегодня я вам решил показать еще немножко автомобилей которые выбирают наши клиенты находимся в гибрид сервисе на нашей временной стоянке не будем тянуть кота за хвост предлагаю начать вот этот красавчик кстати говоря не наш но я вот таких тачка кайфу кстати говоря актуальная штука если у вас есть рама может быть от старого 185 сурфа или любого другого рамного внедорожника вот такую тачку привести конструктором состоянии нового автомобиля отличная идея вот все это все это выполнимо и мы можем вам с этим помочь начнем с вот такого красавца это эско купешка трешка битурбо 2020 года привезена из южной кореи обошлась 8 миллионов рублей не буду сейчас сильно заострять ваше внимание на этом автомобиле хотя он более чем достоин вашего внимания но буквально послезавтра мы снимаем полноценный обзор на эту тачку я вам расскажу все во всех деталях пока лишь скажу что 8 миллионов рублей она обошлась во владивостоке и отправляется в москву естественно посмотрите какая попка у этой малышки кстати говоря есть еще и версии кабриолет с открывающейся крышей вот это вообще просто мега бомба если у вас есть запасные 8 миллионов рублей чем не вариант следующая на очереди у нас cx 5 mazda очень сильно популярный между прочим автомобиль хотя никто не ожидал впервые мы и предлагали как конкурента хайеру потому что машина в том же самом классе этот бизнес-класс городской кроссовер что почему она на номерах ну бывает такое что машины номерах отдаем это кстати нормальная тема если вы переживаете да за постановку на учет или просто не хотите тратить на это время то мы можем поставить машину на учет то есть когда вы приедете и забирать вы уже забирать ее на номерах это все это все легко и просто делается друзья так что полный комплекс услуг предоставляем очень красивый винный цвет у mazda кстати говоря он особенно четко смотрится не фанат красных тачек но здесь реально бомба вот черным в черном она такая выглядит немножко матоватая какая-то сразу кажется меньше а вот вот такой вот пьяная вишня прям роскошный это дизельная версия 2 и 2 полный привод вопросов по этим мотором нету турбовый можно прошивать можно русифицировать и по бюджету достаточно кстати говоря интересные тоже варианты у нас их три сегодня будет на стоянке вот это обошлась 2 миллиона сто двадцать тысяч это 2020 год друзья и отправляется в город сургут вот дальше один из моих любимых внедорожников без всякого угрызения совести скажу это джимбо suzuki джим не сиера называется автомобиль чем он примечательно во первых это рамный джип во вторых это равный джип на двух мостах и как бы его не называли обычный джим не идут на моторе 07 до 660 кубиков не то не другое некий кар это реально внедорожник качество проходимости которого ну реально зашкаливает то есть вот эти малыши уезжают туда где тонут крузаки где не пролазят просто из-за своих габаритов вот такие вот здоровяки как у нас стоит 130 . здесь на парковке каша восхитительно вот современный дизайн кстати говоря эта машина на которую больше всего из всех японских автомобилей выпускается разновидностей тюнинга то есть по бодистайлу его можно сделать деликом его можно сделать ламбой кем угодно в общем машина очень крутая это огромное непаханное поле для вашего творчества тюнинга миллион цифры могу про нее вечно рассказывать если еще и на коробке было бы это на автомате очень кстати на коробке популярны 2018 год 1 миллион девятьсот тысяч рублей обошелся отправляется в город москва пойдем дальше то это эскуайр это самый люксовый из популярной тройки но хвокси эскуайр он минивэн но грубо говоря перерождение тоунайса или тайса до либо младший брат альфарда как его еще называют в общем это средний размерный минивэн бывают на семь либо восемь посадочных мест здесь у нас не гибридная версия за р-80 двухлитровый бензиновый двигатель правильно правильно вот эти красавцы бывают еще и на полном приводе либо гибридная платформа от 30 при уса вот эскуайр кстати говоря отличается от но хвокси тем что у него нет простых комплектаций то есть у него сто процентов на электроприводе сто процентов жирный салон и вот такая вот нарядная внешка но х или воксе можно выбрать попроще на бамперах повыше такие на штамповочках и так далее вот эти красавцы всегда будут в топовой комплектации вот что по цифрам черный цвет в красноярский край отправляется этот автомобиль 2 миллиона сто тысяч рублей практически обошелся и он 2020 года пойдем посмотрим кто за ним спрятался а за ним спрятался единственный своем роде спортивный универсал subaru levork перерождение legacy вагон а точнее ее спортивная версия в м 4 кузов правильно правильно означает что двигатель здесь установлен 16 литров на 170 лошадиных сил полный привод клиренс его слабое место единственное до 130 миллиметров в этой версии и в более старших комплектациях 135 но те эмоции которые вы получаете от управления этой тачки они переплевывают все ее недостатки кто значит такое subaru я думаю вопрос лишний задавать не будет 2015 года вот эта машинка обошлась в 1 миллион двести тысяч рублей это вот такая цена для турбового полноприводного универсала отправляется в город новосибирск посмотрите его можно сказать родной брат или сестра это subaru impreza vrx subaru vrx он теперь называется vrx s4 версии стай это 300 сильный двухлитровый турбовый седан и так subaru vrx s4 комплектации стай дикая внешка по факту это не настоящая стишка тошла бы на механике да здесь у нас очень агрессивный визуал легендарный полный привод это вообще машина с легендарной историей кто не знает что такое subaru vrx тем более в рэкс стай да друзья милости просим в википедию у нас кстати говоря есть полноценный обзор на вот такого красавца по в сером цвете в общем двушка 300 лошадиных сил и легендарный усиленный line tronic друзья которые ставят даже на 300 сильную subaru а вы боитесь покупать двухлитровый форик атмосферный что у вас вариатор якобы не выдержит здесь цепь вот такие на стоит умирают они знать когда никогда практически бывает конечно всякие разные отказы и по электронике и по всему остальному но это либо на очень больших пробегах либо очень сильно вам должно не повезти вот цифры 2 миллиона 100 тысяч рублей обошлась во владивостоке отправляется в город благовещенск хочется сказать но не благовещенск а в белогорск это тоже в амурской области в общем не так уж и далеко блин но тачка стоит реально каждого потраченного на нее рубля вы загляните в салон там на вот эти ковширикара это просто бомба загляни следующий нас на очереди один из самых люксовых кроссоверов это lexus rx 300 двухлитровая турбовая версия на переднем приводе самая младшая по технической комплектации но очень жирная по оснащению салона по опциям это version l 2020 года в обвесе моделиста хотел сказать нет это ее стандартный внешний вид хочется обратить ваше внимание на дикие эрдоганы 22 радиуса жирной дождевой резины вот эта машина в которой никакие дополнения не нужны не надо не придумать никакие сплитера никакое литье менять просто сел и поехал естественно это кроссовер чисто для города для трассы в лес на нем естественно никто не поедет по цифрам друзья 4 миллиона 200 тысяч рублей обошлась во владивостоке отправляется в город новокузнецк будет вообще выделяться из всех еще и на правом руле honda civic друзья новое поколение достаточно дерзкий динамичный внешний вид выпускается в кузове седан и в кузове хэджбэк у нас сегодня fk 7 это хэджбэк постоянно хочется универсалом назвать его перед достаточно злючий достаточно злючий перед задняя часть мне лично не очень симпатично но это же опять же вкусовщина а вот циви в кузове седан блин выглядит вообще бомбически по моему мнению турбовая полторашка есть версия type r где и turbo и коробка и все что бывает там и в тег у нас по-моему есть обзор уже на канале да должен был быть должен быть в общем вот такая тачка там она нам фарширована просто до каждой капельки вот но выглядит точно также просто куча всяких блестящих эрдоганов спитеров красных ушей и огромных огромных лавочек на задней крышке короче цифры вообще если вот от всего этого оттала отойти то это просто классный очень симпатичный практичный городской хэтчбэк и достаточно недорогой стоит он один миллион пятьсот пятьдесят тысяч рублей и отправляется в свердловскую область 2018 года четкий вариант на самом деле кто рассматривает хэтчбэк и не все просто знают про существование новых цивиков почему-то до сих пор да но тачка ваше внимание очень достойно еще один esquire у нас на очереди серый цвет абсолютно все то же самое шоколадная кожа комбинированная с замши и жирный салон же и комплектация цвет единственное что на мой взгляд простоват конечно хочется всегда когда берешь люксовую тачку лично мне хочется цвет чтобы не был вот не серебро а какой-то хотя бы мокрый асфальт хотя и блин кому я рассказываю про цвет друзья любого цвета можно выбрать любой себе автобус в японии но практически с розовым будет сложновато это не гибридная версия 85 кузов двушка на полном приводе только двухлитровая бензиновая версия бывает на полном приводе вот точно так же как у нохов и воксе значит серебро это esquire отправиться в город томск 1 миллион 800 тысяч рублей обошелся этот красавчик 2018 вот пойдем дальше здесь у нас самый скромный lexus как говорится да или самый нарядный prius выбирайте что вам больше нравится по факту это сетишка сети 200 это хэтчбэк достаточно шустрые платформа у него стоит от 30 приуса то есть вы получаете 99 лошадей и 60 киловатт старую добрую надежную планетарку машина неприхотливая никакого спецобслуживания не требует сел и поехал как говорится тот же prius тоже экономия тоже городская динамика но просто немножко больше кайфовых опций до всякие кнопочки выезжающие панельки вот эти вот трехглазые фары в общем все что присуще лексусом у нас комплектация f-спорт до спортивная версия с измененным немножко бампером относительно эльки либо простых версий в общем достаточно нарядный спортивный считается комплектация шеф-спорт городской хэтчбэк и максимально люксовый в свои миллион двести тысяч рублей обошелся он во владивостоке красноярский край отправляется миллион триста обошлась в владивостоке посмотрели кайфанули пойдем дальше mazda axel а очень популярный хэтчбэк кстати говоря для тех кто любит побольше том плане что если сравнивать с той же даже сетишкой да рядом стоящий то машина сама по себе больше по габаритам намного просторнее и на базе достаточно крупного среднеразмерного седана выпускается простите за тавтологию но машина реально четкая то есть это уже не какая-то там aqua до имеется ввиду по статусности по на языке западных регионов россии да по вашему леворукому это mazda 3 bm5 fs это значит что у нас полторашка передний привод кстати говоря mazda это единственный концерт кто на своей тачке ставит автомат ты никаких вариаторов планетроников планетарок и так далее для староверов хотя есть версии двухлитровые на гибридной платформе вот точно такой же как стоит по соседству от 30 при ус заимствованные у тойоты в этом плане mazda молодцы что они могут сами просто возьмите у соседей заплатите денежку и делайте классные тачки гибридные со всеми удобствами в салоне от mazda вот миллион на триста тысяч рублей обошлась во владивостоке отправляется знаете куда отправляется в ханты-мансийский округ город быть я еще одна subaru друзья это импреза g4 то же самое что у нас в кузове vrx да только не vrx максимальная гражданская тачка на той же платформе получаете полный привод получаете двухлитровый мотор и достаточно все равно симпатичный внешний вид как городской седан на полном приводе вот такой вариант кстати говоря конкурент популярнейшим алиону и премио о которых все до сих пор не забывают это машины которые мы возим до сих пор 2007 8 9 годов вот примерно в те же деньги вот эта красотка зашла миллион четыреста рублей 2019 года на двухлитровом моторе и отправляется куда полноприводный на камчатку еще две красавицы cx 5 у нас есть более строгих цветах по мне так вон то винном цвете смотрелось посимпатичнее но для любителей классики пожалуйста есть серебро это у нас к f5p двух с половиной литровая бензиновая версия также на автомате обошлась сейчас скажу в 2 миллиона так серебро 2 миллиона 200 тысяч рублей отправляется в село анучино это рядышком у нас здесь приморском крае и вот эта черная красотка на двухлитровом бензином двигатели в передней приводной версии к f ep называется кузов на самом деле смотрится тоже достаточно строго но вот в черном цвете она как будто немножко маловато что ли кажется крадет объем черный цвет поэтому она двушка они 2 5 она у нас отправляется в хабаровский край 2019 года 1 миллион шестьсот восемьдесят тысяч рублей вот что дает вам двушка на полном приводе на полмиллиона дешевле а пойдем покажу еще хочу посмотреть друзья только в лаборатории привезли вот такого красавца это toyota hilux 2023 года вот эту машину я купил с пробегом 10 километров то есть абсолютно новая в заводском тюнинге trd вот такая вот диповая сразу на дугах на как называется на усиленных порогах с огромным кунгом в общем самое самое роскошное что можно привести в таком классе из японии единственное что там они выпускаются на моторе 2 и 4 дизель 2гд он называется то время как на весь остальной мир они идут на 2 и 7 дизельных мотор на 2 и 8 точнее до 1 gd также как прадики скажу по секрету мы купили две таких машины 1 идет с кунгом 2 просто с крышкой на кузове обе новые 1 22 года 2 23 примерно в одинаковые деньги около четырех миллионов рублей они обошлись обе отправляются у нас в якутск и я думаю что что-нибудь интересненькое мы про эти красавцев снимем но вы просто посмотрите хоть дикий стиль мой крузак аж приуныл немножко рядом с ним удалось сегодня показать вам немножко автомобиль на самом деле поток очень большой очень много машин стоит сейчас в очереди на транспортных компаниях какие-то у нас стоят на стоянке под офисом вы можете их наблюдать в наших сторисах telegram и instagram вот движение на самом деле сумасшедшие сейчас еще активно работаем в направлении китайских автомобилей хотелось мне этого или нет но китайские автомобили все-таки становятся популярными помимо того что мы занимаемся южной кореей арабскими эмиратами японии соответственно я сейчас еще из китаем в общем воронка крутится друзья машинки ваши едут а вы не забывайте что японии китай кореи арабских эмиратах и сша есть вариант для каждого и возможно где-то там уже ездит ваша будущая малышка подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки и до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля